Так, мама нашла себя вот там под зонтиком. Классно, слушайте, никто особо не контролирует здесь. Можешь пойти где угодно, лечь, сесть. Так вот, я не договорила, что, в общем-то, как ни странно, иностранцы говорят по-английски, и достаточно неплохо многие. Но везет же нам на курильщиков, а? Ну просто нельзя же курить, нельзя. Сейчас пойду ругаться. Не хочу ругаться, но разве не знают люди, что в Америке на пляжах курить нельзя? Ни в парках, ни на пляжах, нигде. Я всегда удивляюсь эгоизму курящих. Ну отойди, отойди вот туда, на 10 метров, и там кури. Но пока ветер с океана, я молчу. Вот. А если был в мою сторону, я начинаю возмущаться. Знаете, курят иногда наши люди, к сожалению. Чаще всего наши люди, русскоговорящие. Они считают это нормально. И начинают пререкаться со мной. А я говорю, сейчас поедет нема полиция, у нас на пляже в Нью-Йорке очень часто идут заедут. Я на вас пожалуюсь. Тогда они замолкают. Американцы, если сделаешь замечание, они говорят, сори, сори, и отойдут. Или потушат сигарету. Курильщикам зачастую нужно две затяжки, чтобы их зависимость сказала, ну окей. Ужасная, конечно, зависимость. Я им сочувствую. Сочувствую. Ну хорошо. Так вот, я что говорю там? Что, как ни странно, иностранцы говорят на английском достаточно неплохо, а люди, которые здесь живут, испаноговорящие, они даже не собираются его учить. Они работают и работают в своих, среди испаноговорящих. Ну в общем, так же, как русские, которые начинают работать с русскими, и они остаются без английского. Так вот. Да, вот это вот печально. Конечно, для Майами. Здесь очень много. Интересно, вот я вчера стала говорить с этим романом. Романом мы остановились, случайно знакомые. И вот. Что я прочитала, что Фидель Кастро выслал в 1980 году 125 тысяч своих граждан. Но это были заключенные, это были больные инвалиды. И вы представляете, это вот по договоренности с Америкой был такой проект. 125 тысяч выслать в Майами. Из 90% населения белых людей, которые были до 1980 года, сразу осталось только 12%. Белые все уехали. Потом Майами переживал подъем, и все как бы стало хорошо. Белые вернулись, но эти-то все остались. Ну, их опять переловили всех, в тюрьмы посажали. Но все равно они здесь устроили свою маленькую Гаванну, свою маленькую Кубу. Есть тут районы такие, как Гетто. Такие есть и в Бронксе, такие есть и в Верхнем Манхэттене районы, такие есть и в Квинсе, такие есть и в Бруклине районы. Это все есть. Но, как бы, мне кажется, здесь более такое, если это район, то, мне кажется, он более преступный. Почему-то у меня такое ощущение. Не знаю. Что-то лучше рисоваться, мне кажется. Такие есть районы во всех городах Америки, безусловно, такие есть районы везде. Но вот печально, что, видите, Америка как бы открыла, 125 тысяч хотела принять беженцев, испаноговорящих, а отправили бандитов. Ну, представляете, отправили бандитов и больных людей. Представляю, как радовался Фидель Кастро. Его тюрьмы сразу опустили. 125 тысяч человек. Вот, отправили. Вот, потом, значит, в Вайами был подъем, 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 подъем. Здесь есть хорошее... Здесь самое большое количество банков, так говорят, самое большое количество банков. Здесь есть медицинские учреждения, серьезные госпитали, серьезные офисы медицинские. И здесь есть хорошее учебное заведение. Так, записывается у меня. По-моему, записывается. Вот. Короче, подъем был. Подъем был. Потом произошел в 2008 году, 2007-2008 год был кризис. И многие потеряли недвижимость. Люди опять уехали отсюда. Не знаю, куда они уехали. Если здесь потеряли недвижимость, то есть она здесь более дешевая, дешевле, чем во всех других городах Америки. И почему-то здесь потеряли люди недвижимость. Ну, ладно. Что интересно, в 2007 году я сюда приехала, в Америку. И я даже не знала про кризис, который вообще свалился на американскую голову, как и во всех других городах.